Сегодня для 369 волгоградских семей открылись двери в новый дом. В центральном районе строители возвели многоэтажный дом общей площадью 44 тысячи квадратных метров. В это здание они уложили 23 тысячи кубометров бетона, 3,5 тысячи тонн металла, проката, арматуры. По словам строителей, возведение жилого комплекса далось нелегко. Всему виду погодные условия, то сильная жара, то лютый мороз. Но, несмотря на это, задача выполнена на три месяца раньше. Это действительно праздник. Праздник для новоселов, в которых будет здесь жить больше тысяч человек. Конечно, праздник для строителей, которые, я уверен, горды своей работой. И, конечно же, праздник для города, для руководства города. Потому как мы знаем, если город строится, развивается, значит он живет. Этот новый жилой комплекс считается самым большим, который построен в Волгограде на сегодняшний день. Не за горами и чемпионат мира по футболу 2018 года, в котором предполагается участие Волгоградского региона. Поэтому сейчас перед городскими и областными властями стоят задачи по развитию инфраструктуры, в том числе и жилищного сегмента. Так, под строительство нового жилого комплекса готов еще один участок. У нас сейчас есть еще одна площадка, 7 векта в советском районе города Волгограда, который мы на конкурсе приобрели. Я думаю, что порядка 80 тысяч метров жилой площади мы в течение трех лет сумеем построить. И это будет очередной вклад, может быть, скромный наш, в улучшение жизни населения города Волгограда. Красную ленточку на входе в один из подъездов нового жилого комплекса перерезали губернатор Волгоградской области Анатолий Бравко, временно исполняющий полномочия главы Волгограда Сергей Соколов и генеральный директор фирмы-инвестора Михаил Ходоровский. Новые квартиры отличаются улучшенной планировкой. Здесь уже установлены вода и электросчетчики. Архитектурный проект предусматривал, а строители осуществили квартальную застройку с закрытой дворовой территорией, объединяющей прогулочные зоны, детскую и спортивные площадки. Лилиана Трохина, Егор Попов, информационное агентство «Волга-Медиа».